Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Мягкая сила» – программа о женщинах-лидерах перемен. И сегодня мы с вами поговорим, почему в России растет количество помоек, и их площадь просто сравнялась уже с площадью Швейцарии. И почему вместо того, чтобы разделять отходы, у нас строят страшные мусоросжигательные заводы. И поговорим мы сегодня об этом с Валерией Користелевой, одной из создательниц проекта «Собиратор». Здравствуйте, Валерия! Здравствуйте, Юля! Валерия Користелева – эко-тренер, активист и предпринимательница. Валерия организовала движение «Раздельный сбор» и вместе с единомышленниками создала проект «Собиратор». Я начинала свою деятельность как активист раздельного сбора, когда мой сын, когда ему было лет 11, сказал, почему мы не собираем раздельные отходы, давай мы этим займемся. В 2013 году я стала собирать подписи для установки контейнеров раздельного сбора у нас в районе и в соседних районах Северного округа. И тогда в итоге нам удалось добиться достаточно много контейнеров. И в какой-то момент Тимирейский район, где я была депутатом, стал первым районом в Москве по количеству раздельных контейнеров. Ваша вот эта вовлеченность в раздельный сбор, она с чего началась? И, собственно, расскажите про ваш проект «Собиратор». Идея экологичного вообще подхода к жизни у меня с детства, это моя мама и бабушка меня так воспитывали, то, что должно быть чисто. И в целом я видела, как мы с бабушкой сдавали бутылки и банки еще в 90-е годы, и у меня был закономерный вопрос, а дальше-то это куда? На переработку. И для меня это казалось очень логичным, что ресурсы снова возвращаются в оборот, в производство и не выкидываются на свалку. Я свалки видела около города, и, в общем-то, мне это не очень нравилось. Хотелось, чтобы было чисто, красиво и рационально. И как только я закончила университет, у меня появилось свободное время для того, чтобы заниматься каким-то активизмом. Я выбрала экологическое волонтерство, начала волонтерить на акциях. Вначале Greenpeace, потом мы собственные акции начали делать, движение «Враздельный сбор в Москве». Когда опыт накопился, я поняла, что хочется действовать уже системно, не только волонтерскими акциями, не только волонтерскими силами, а постоянно работающей командой, которая будет системно это развивать, которая будет в это вкладывать и растить профессионализм, будет уже взаимодействовать на другом уровне и с компаниями, и со СМИ, и с органами власти в том числе. Я придумала проект «Собиратор», и мы с моим супругом просто решили вложиться в это все и временем, и деньгами, и создать вот такой уникальный проект. Смысл проекта «Собиратор» — первое — это распространение культуры раздельного сбора и осознанного потребления через не только теорию, но и практику. То есть мы, во-первых, просвещаем, что куда сдавать, как вести экологичный образ жизни, а во-вторых, мы на практике собираем самое большое количество видов вторсырья и вещей на благотворительность в одном месте. То есть человеку не надо объезжать много пунктов приема, каких-то благотворительных центров, фондов. Они приезжают к нам или заказывают эко-мобили, или приезжают к нам на акции и сразу же сдают больше ста категорий в одном месте. Мало того, у нас есть, например, эко-магазин или благотворительная ярмарка, где вы можете купить товары, которые помогают быть экологичными. Например, эко-мешочки, чтобы покупать фрукты на развес не в полиэтиленовых пакетах, а в таких красивых сеточках. Собственно, вы зарабатываете за счет того, что вы это сдаете сырье на переработку, правильно? Не только. Это один из небольших как раз доходов, кусочка доходов. Торсырье вообще очень нерентабельно. И порядка 80% того, что мы принимаем, вообще невозможно сдать за деньги. И самый большой кусочек, который финансирует весь благотворительный проект, это наши услуги для юридических лиц, для различных компаний или мероприятий, потому что они тоже хотят быть экологичными. Вы застройщик в Москве, и вы хотите как-то отстроиться от своих конкурентов. Ну, сейчас большая конкуренция на рынке. Вы хотите позиционироваться как экологичный застройщик. Что вы можете предложить? Как вы можете экологизировать все процессы внутри жилого комплекса, для того, чтобы и жителям было классно в будущем, и, например, чтобы была экономия для управляющей компании, и, в общем, в целом прогрессивный квартал создать. И это все мы делаем. То есть экология сейчас становится конкурентным преимуществом, правильно? Да, абсолютно. Экологичность. Валерия, сейчас мы с вами поиграем в нашу традиционную игру. Вы вытащите одну карточку, и поймете, кем из чиновников или политиков вы станете. И расскажите о том, что вы сделаете на своем посту, первые ваши шаги. Хорошо. О, моя любимая. Мэр Москвы. Вообще, мне кажется, мечтала как-то периодически. Но в первую очередь, если я уж про экологию, то разработала бы программу целую, комплексную, по постепенному сокращению отходов в Москве. И для юридических лиц, и для физических лиц. Мы бы сделали двух, возможно, двух потокового тарифа для жителей, которые разделяют качественно, которые не разделяют отходы пока. Естественно, мы бы внедряли постепенно обращение с пищевыми отходами и просвещали бы жителей. Во всех школах и вообще везде была бы программа вовлечения жителей в это все. Естественно, внедрила бы штрафы чиновникам за несоблюдение, собственно, закона, и юридическим лицам, которые не внедряют раздельный сбор. Хотя закон сейчас, он есть, что юрлицы должны разделять отходы. Но, естественно, он никак не соблюдается. Ну, какой-то один единый информационный портал, который будет информировать людей, зачем это нужно, что куда сдавать, как разделять систему шеринг экономики, когда можно что-то брать в аренду или объединяться, ну, в общем, развивать культуру совместного потребления. И в тех же самых ярмарках, например, которые сейчас делают выходного дня, и местных, чтобы стимулировать продавать без упаковки, в свою тару, в общем. Ну, то есть, точек приложения вообще очень много. Это было бы желание, называется, и была бы возможность вот такая это сделать. Ну, мы теперь знаем ответ на вопрос. Если не Собянин, то кто? В государстве у нас как-то обстоят дела не так хорошо, как вы рассказываете. Все компании так красиво стараются быть экологичными. Мусорная реформа, конечно, прошла, но результаты ее, на мой взгляд, они не очень радуют. Вы могли бы что-то, свою оценку дать той мусорной реформе, которая произошла, и тому, что сейчас происходит с раздельным сбором отходов в нашем государстве? Мы точно считаем, что мусорная реформа провалилась в России, потому что ей занимались сразу несколько министерств, это в первую очередь, и не согласовывали действия. Мало того, мне кажется, люди, которые этим занимались, они не понимают, как устроена на самом деле реальность. Они сидят в кабинетах и не понимают, что такое отходы, что такое вторичное сырье. Создали такой искусственный институт, региональный оператор, который монополист, по сути, на территориях, и вывозит только он, может вывозить у юридических и физических лиц отходы. И нет никакой конкуренции. Понятно, что когда нет конкуренции, нет никакого качества, никто не гонится за этим. Проблема в чем, что региональный оператор, он заинтересован в том, что мы образовали много отходов, и везет это просто на свалку. Нет никакой мотивации у регионального оператора внедрять раздельный сбор и сокращать количество отходов. Вообще никакой. Да, потому что таким образом они будут просто меньше получать денег, если вы будете разделять отходы на этапе контейнерной площадки. И вторичное сырье, например, поедет вообще на переработку. Получается, что оператор меньше будет получать оплату за коммунальные услуги. Но он же получит что-то от заводов, которые перерабатывают. Ну, это нерентабельная история. В торсове оно низкомаржинальное. И это по сравнению с нашими тарифами вообще... Получается, что на словах у нас есть раздельный сбор отходов, а на деле его нет. Да у нас даже на словах раздельного сбора нет. У нас раздельный сбор не обязательный в стране вообще. То есть начнем с того, что раздельный сбор не ввели обязательно в принципе. А про коррупцию немножко расскажите в этом сфере, потому что про нее много, так говорят, но хочется какой-то ясности. Вот в чем там коррупционная составляющая мусорного бизнеса? Ну, в первую очередь, это содержание полигонов, потому что все полигоны, которые в России, это не высокотехнологичные какие-то хай-тек полигоны, как вот в Европе, а это тупо свалки, на которых тупо открывается шлагбаум, туда заводится мусор и складывается. По идее, на полигонах должна быть специальная защитная зона, там должна быть рекультивация, нужно защищать от того, чтобы стоки полигона не распространялись в грунтовые воды и вокруг. Ну, то есть как-то следить за тем, что там вообще-то находятся опасные отходы. Но это никто ничего не делает, и полигоны обычно принадлежат через какие-то третьи руки определенным лицам, которые выводят это все в офшоры. В чем еще есть экономические такие схемы? Это когда, например, выдают талоны, сейчас ограничили, сколько может отправляться отходов на полигон, и все выдают по талонам. То есть каждая машина должна иметь талон на въезд. Что происходит? Ночью выключают камеры и заезжают машинки под шумок без талонов. Да, хопаньки. Типа ночь наступила, просыпается мафия. Это тоже типичная история. Есть еще проблема в том, что вот эти вот введения талонов из-за того, что это тоже получать их тяжело, начинают везти мусор не на полигоны, а в ближайший овраг. Талоны получить сложно, и это реально стало дороже, и просто теперь все ввозят в овраги, и это притом даже внутри МКАД бывает такое, то есть это даже не овраг. Я когда вожу сына в садик в Москве, в восточном Дегунино, я еду, вначале это был просто в лесу за МКАД, на обочине строительный мусор, просто скидывали с самосвалы ночью. Ты с утра едешь, опаньки, кучки такие отложены. Думаешь, ну ладно, окей. Ну, за день их убирают, на следующее утро та же самая история. Потом, видимо, там, значит, что-то пошло не так, начали прямо на МКАДе, на островках вот этих вот безопасностей, в боках, в карманах, то же самое вываливают, на МКАДе. Ну, это уже просто. А в следующем месяце это прямо на парковке в Москве в восточном Дегунино, тоже строительные отходы, видимо. Просто я думала, может, какой-то саботаж, если это так вот будет приближаться ближе к центру Москвы на Красную площадь, вывалят строительные отходы, заметят о том, что проблема вообще-то есть, и надо ее решать, что, типа, реформа не удалась. То есть коррупция заложена в саму вот эту систему, да, ну, не конкурентоспособные, вот эти ограниченные талоны, и не пытаемся заставить раздельно собирать, не мотивируем никого раздельно собирать. А скажите, насколько высоко эта коррупция, да, насколько это какие-то вот региональные чиновники коррумпированы, или это еще выше? Ну, я считаю, что и выше, естественно. То есть если мы посмотрим, кто сейчас лоббирует строительство мусорожигательных заводов, это Ростех, это РТ Инвест, и это, в общем-то, сейчас прям деление рынка происходит на самых-самых верхах власти. и это страшно, потому что там, ну, ты, как обычный человек, уже на это повлиять можешь гораздо меньше, чем если бы это у тебя было там региональные власти, которые там на свалку что-то там наплевали, да, и создали еще одну прямо во дворе, да, вот, то есть с региональными властями можно хоть как-то там бороться местными силами, местным сообществом, а вот уже когда это идет просто тупо дележка рынка, что сейчас происходит с мусорожигательными заводами? Если раньше все везлось на свалку, и владельцы свалок радостно поднимали шлагбаумы и деньги переводили в офшоры, все хорошо, классным у кого-то был бизнес, то теперь мусорожигательные заводы хотят монополию на 30 лет на то, чтобы отходы поставлялись им, гарантированно, ну, то есть представьте, вам нужно эту печку снабжать отходами с неснижаемым количеством, иначе вы будете платить неустойку из бюджета, при этом, ну, то есть чисто монополия, и отходы будут распределены пополам, половина на мусорожигательный завод, половина на свалке. В общем-то, просто взяли и трубу поделили на две, да, и кому-то сделали монополию на 30 лет. И опять это потом, из мусорожигательного завода денежки потекут опять в офшоры. Конечно. Все эти, значит, деньги поедут в офшоры, а нам оставят только отходы в виде, вообще-то, мусора даже, а не отходов, и расходы в виде того, что мы будем платить деньги этим олигархам, которые везут это все в офшоры. У нас еще одна игра называется «Бинго! Лидеры перемен». И я буду вас спрашивать, что вы в своей жизни делали или не делали. А вы отвечайте, если хотите, можете подробнее ответить на какие-то вопросы. Скажите, вы голосовали? Да. А наблюдателем на выборах были? Да. И даже координатором наблюдателей у себя в округе. Очень здорово. Ну и вы создавали свое дело, свой бизнес. Да, у меня есть свой бизнес. Ну и, конечно, занимались боготворительностью. Да, и до сих пор этим занимаюсь. А в чем она состоит? Ну, собираторы – это некоммерческая организация. И помимо того, что мы просто держим на себе функцию вот этого экологического просвещения, но плюс мы собираем вещи для благотворительных организаций, для приютов животных и для других малоимущих слоев населения и снабжаем их этими вещами. То есть многодетные семьи, матери-одиночки, бездомные, там, ну, то есть разные слои населения. Фонд «Старость и радость» мы им отправляем, например, пряжу, чтобы бабушки вязали, и настольные игры, чтобы они играли с дедушками. В общем, то есть много всего, что можно собрать и отправить на повторное использование людям, которые нуждаются. Мы это делаем с удовольствием. Ну, и, конечно, вы подписывали петиции и даже, кажется, их создавали. Создавали, да, конечно. Скажите, а вы знаете своих соседей? Участвуете ли в жизни своего района? Ну, сейчас я переехала, сейчас пока мало знаю соседей, ну, наверное, человек пять. Но в целом, да, мы стараемся общаться, ну, вообще как-то узнавать. И даже участвовали совместно в различных флешмобах, которые уже проходили гражданские флешмобы в Москве. Объединялись вокруг себя людей? Каждый день. Скажите, а вы когда-нибудь баллотировались на каких-нибудь выборах? Нет. А, собираетесь? Ну, пока не знаю, как жизнь повернется. У меня, в принципе, еще много планов на жизнь. Не исключаете? Да, конечно. Скажите, а вы сделали мир лучше? Думаю, да. Я верю в теорию кругов на воде, и когда я запускаю свой камушек, то я знаю, что круги дальше расползаются и прилетают ко мне с разных концов планеты, отзывы о моей деятельности и о том, что где-то что-то меняется. Там даже на островах в Таиланде ребята мне пишут, ну, мы вдохновились собиратором, мы хотим сделать такой же проект у нас. Мы здесь вот переехали и живем, и объединяются люди, спрашивают опыт из Индии, из Австралии, в общем, разные сообщества. Вы такую жуткую картину нарисовали, того, как мы сейчас живем и будем жить. А скажите, а как должно было быть это устроено в нормальной России? А как мы должны были бы устроить нашу жизнь, чтобы мы производили минимальное количество мусора и максимальное количество наших отходов было бы шло на переработку? Ну, в первую очередь, нужно думать, как настоящие маркетологи, заинтересовать всех участников, рынка, все, кто задействованы в обращении с отходами и в образовании отходов. Для начала нужно соблюдать просто 89-й федеральный закон, если мы говорим, ну, как бы, совсем базовые вещи. Следующий момент. Не нужно создавать монополию. Монополия всегда ведет к тому, что нет конкуренции и никто не хочет нормально оказывать услуги, никто не хочет развиваться и достигать каких-то целевых показателей. Следующий момент. Да, вот нужны целевые показатели. И оплата за выполненную работу должна быть, если вы ее экологично оказываете, экологичные услуги, а не просто тупо перевозите с одного места на другое отходы. Пример. Прекрасный город Сан-Франциско. Есть классный документальный фильм про то, как обращаться с отходами там. И там региональный оператор получает свою зарплату. Ну, вот если он выполняет целевые показатели минимально, например, в этом году, они должны отправить на переработку 60% отходов. Вот вы выполнили целевые показатели, вы получили оплату. Все. Если вы перевыполнили, отправили не 60, а 80% на переработку, вы получили премию. То есть заложена эта штука прямо в контракте, что вы получаете премию. И, естественно, оператор заинтересован. Что он заинтересован делать? Думать, как маркетолог. Как бы мотивировать жителей, управляющие компании, не знаю, там, дворников, юридические организации, которые тоже магазины, например, ритейл, чтобы они меньше все образовывали отходов и правильно разделяли. Они будут думать, как бы классно сделать контейнеры, чтобы они были все понятные, чтобы они были доступные, чтобы люди меньше, например, выбрасывали мусора смешанного. Дальше, юридических лиц тоже им сделают какую-то инфраструктуру, в которой они будут удобно все разделять, их проинформируют, будут со всех мест вам рассказывать, как правильно разделять. В некоторых местах есть прекрасный тоже опыт в Север-Италии. Там контейнеры для смешанных отходов сделали прозрачными. Зачем? Потому что в какой-то момент они поняли, что вот у них процент переработки остановился на 70%, и дальше никак не растет. И они решили показать жителям, что же образует житель такого, что не перерабатывается, чтобы те обратили внимание и попытались это сократить. Хопаньки, они достигли благодаря такому совместному, совместной работе и коммуникации 87% переработки. То есть государство должно быть заинтересовано в том, чтобы люди сдавали как можно больше раздельных отходов, чтобы как можно меньше уходило мусора на заводы и мусора на полигоны. А у нас государство почему-то в этом не заинтересовано. Ну, я, наверное, выскажу свою позицию здесь. Почему это не происходит? Почему не происходит конкуренции в раздельном сборе отходов, вообще в мусорной сфере? Потому что у нас нет политической конкуренции. Это прямое следствие. Когда нет политической конкуренции, то чиновникам совершенно все равно, как ты там будешь экологичный, ты будешь неэкологичный, в отличие от компаний, которые все-таки друг с другом конкурируют. Эти чиновники, они ни с кем не конкурируют. У них монополия на власти, поэтому у них монополия на всякие противные, неприятные вещи, такие как полигоны и мусоросжигательные заводы. А что же тогда при всей такой печальной картинке мы можем сделать здесь и сейчас сами? Мы как граждане, которые пока что не можем добиться политической конкуренции. Можем ли мы сделать что-то с мусорными проблемами и с раздельным сбором отходов? Да, конечно. Надо начинать в первую очередь с себя и разобраться в тех привычках покупательских, потребительских и в ежедневных, которые, собственно, вы делаете. В первую очередь нужно узнать о принципах экологичного образа жизни reduce, reduce, recycle или, если по-русски, сокращение образования отходов, повторное использование и переработка. Мы еще как общественное движение, добавляем реакт. Это реакция создания общественного спроса. В общем-то, мы тоже такие проактивные активисты, которые... О чем мы говорим? Что если вам где-то неудобно быть экологичным, то создавайте спрос, сообщите вашему магазину, чтобы они оставили или расширили полки с продуктами на развес. На любом уровне сообщайте, создавайте этот спрос, потому что спрос рождает предложение. Когда потом они отчитываются, даже эти чиновники, которые, в общем-то, в принципе, им все равно, но они же отчитываются и говорят, о, у нас вопрос экологии начали как-то заметно беспокоить граждан. В прошлом году было 5% вопросов, в этом году 25% вопросов, то все на тему экологии. И они пытаются как-то, ну, хотя бы даже для красоты, но что-то делать. И дальше важно их подталкивать на правильное решение. Поэтому нужно все время создавать спрос и искать, куда лучше, куда эффективнее приложить ваше обращение. Потому что если вы находитесь в новом жилом комплексе, где современное какое-то, ну, население туда заехало, современные люди, где современные застройщики, где есть, например, не муниципальная управляющая компания, да, а какая-то частная от застройщика, например, то здесь гораздо эффективнее влиять, во-первых, сообществом, написать в чатике, ребят, кто тоже хочет раздельно сбор, давайте мы вначале сейчас пока тут будем свои акции делать, параллельно будем писать обращение в управляющую компанию, застройщику, всем-всем-всем, искать какие-то локальные точки тоже соприкосновения и сделаем у нас экологичный квартал. И постепенно это будет работать. Валерия, мы много говорили о том, что может сделать каждый, но вот если человек вообще никогда не занимался никаким раздельным сбором отходов, вообще не задумался об экологии и задумался только вот после нашей передачи, с чего бы вы посоветовали начать? Первое, посоветовала бы задуматься о том, что одноразовое вы используете каждый день. Например, это могут быть одноразовые бумажные стаканчики, когда вы берете кофе или чай на вынос, или вы покупаете бутилированную воду каждый день, когда ходите в спортзал или на йогу. И попытаться заменить одноразовое многоразовым. Взять с собой термос или фляжку для воды, термос для кофе и вот так вот постепенно менять одноразовые вещи в вашей жизни на многоразовые и тем самым вы будете меньше производить отходов. Это как раз первый принцип экологичного потребления. Потом постараться не покупать ненужных вещей, вообще задумываться о том, что вы покупаете, сокращать количество упаковки, покупать конфеты не перезапакованные в несколько слоев, а там один-два слоя упаковки. И в том числе можно посмотреть у нас на сайте движения «Раздельный сбор Москва». Есть гид по упаковке, ту упаковку, которую можно сдавать. То есть, если вы покупаете молоко, которое, ну, не надо не купить без упаковки, да, и свою тару в бидон, то в чем же экологичнее купить? В картонной, как будто картонной коробке, или в стеклянной бутылке, или в пластиковой канистре. Это все есть у нас на сайте. Можно посмотреть, сохранить себе такую картинку и ходить с такой памяткой в магазин. Ну и в конце, конечно, посмотреть, что можно сдавать в контейнеры в Москве во дворе, что можно сдавать вообще в Москве на переработку, и постепенно начать это сдавать на переработку. Начинать с самого простого с макулатуры, батареек, все понятно, как собирать, а потом добавлять еще другие виды вторсырья и сдавать это. А если не в Москве? То же самое, зайти к нам на сайт, у нас универсальный справочник, он подходит для всех городов России, дальше есть ссылочка на пункт приема уже в вашем городе или другие экоцентры. А если, например, в вашем городе ничего такого нет или в поселке? Вот человек задумался и дошел до такой стадии, что он хочет сам что-то организовать. Дайте, пожалуйста, три совета такому человеку, как сделать собственный такой проект по экологии, по раздельному сбору отходов. Нужно собрать команду, потому что одному тяжело это все-таки делать. Найти инвесторов или партнеров, это могут быть какие-то магазины, это могут быть частный бизнес, которым тоже не все равно, торговые центры, может быть, даже муниципальные власти, которые тоже, в общем-то, могут проникнуться этой идеей. И, в общем-то, начать действовать. То есть главная команда, финансовое какое-то небольшое обеспечение для начала, и уже это могут быть сначала акции, может быть, какой-то мини-экоцентр, мини-пункт приема, это могут быть боксы для сбора вещей на постоянной основе в торговых центрах, еще что-то. То есть в зависимости от ситуации, где вы находитесь, постепенно начинать. Даже сейчас раздельный сбор уже развивается такими темпами в Магадане, в Якутии, в Чите, в Хабаровске, в Владивостоке. То есть в таких местах, до которых даже добраться физически тяжело, но там тоже открываются экоцентры, там тоже проводятся акции, там тоже находятся люди, которым не все равно, и маленькие предприниматели все как-то объединяются и потихонечку делают. Отлично, отрадно слышать. Ну, в общем, мы видим, что наши граждане, общество гораздо более современно, гораздо более экологично и более ответственно в отношении к своей стране, к своей родине, чем наши чиновники. И, к сожалению, система, которая сейчас установлена в России, политическая, приводит к этому, потому что поменять чиновников на тех, которые устраивают общество, к сожалению, пока невозможно. Но мы все равно уже сейчас можем действовать, можем что-то предлагать и показывать, что общество не согласно с теми решениями, которые принимаются властями. Валерия, спасибо вам большое. Спасибо, что позвали. Спасибо зрителям. С вами была программа «Мягкая сила», программа о женщинах, лидерах перемен. Будьте активными, будьте экологичными и ответственными за свою страну. Только так мы можем прийти к нормальной России. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на наш канал. Портал She is an Expert – наш информационный партнер. Если вы ищете экспертку для событий или проектов, заходите на сайт sheexpert.org Ссылка в описании.